последний раз я с олегом разговаривал два месяца назад я приглашал его на другой наш проект он тогда еще не вышел на связь но перезвонил мне сказал что у него приехала мама и он сейчас весь в запаре то что он позвонить мне чуть-чуть попозже ну вот прошло уже два месяца телефонами не работает я написал его знакомым друзьям или там с кем он общался они сказали что они тоже не видели его уже порядка месяца и вот сейчас я приехал к его дому вот предварительно в контакте я написал его сестре где олег и что с ним может быть они сказали что они сами его не видели полгода поэтому я решил приехать к нему домой и уже искать его в его доме проблема в том что я был у него всего один раз и сейчас по своему же видео буду вспоминать господи как я к нему ходил и как он живет собственно это вот эта дверь олега буду звонить а тут единственный звонок здрасте я коллегу коллегу не знаете он дома сегодня странного потому что он вышел конечно магазин в общем когда я ему звонил сейчас я слышал как телефон вибрировал сейчас соседка сказал что тапочки олега здесь значит скорее всего он куда-то вышел на улицу подожду его здесь вообще все это очень странно потому что свет у него горит на связь он не выходит хотя я слышу что они вибрируют я ему звоню по ватсапу олежка Олежка, ё-моё, я тебя тут жду. Здорово. Ты расскажи-ка, куда пропал. Ты не ожидал, да? Да. Давай, рассказывай, потому что ты просто куда-то исчез. Неси ответственность за свои исчезновения, давай. Сань, ну так иди. Почему? Слушай, тебя с кухой нету в эфире уже. Блин, у меня ситуация фиговая. Расскажи, что есть ситуация. Я пришел, чтобы можно тебе помочь. Ну так тоже нельзя, ты взял, короче, просто пропал, а ты ото всех гасишься, просто от всех. Я написал там, уже кому только можно, все говорят, видели его последний раз два месяца назад. Можно в комнату пройти, если хочешь. Да там вообще жопа. Ну пошли, господи, ну делов-то. Да нет, там бардак. У меня вообще бардак вообще по жизни. Ну давай, расскажи. Да стремно все получилось. Вот здесь тоже раз, ну общаться фигово. Пойдем в комнату, фигово. Там, мне стыдно тебя туда звать. Ты что, дурак что-то взял? Да, да. Ну пошли на улицу хочешь? Ты хочешь камеру выключить? Да, выключи. Ты что, дурак что-то взял? Ты что, дурак что-то взял? Ты что, дурак теперь? Ты что, дурака? Ты что, дурак? Телак. Я вот что, дурак. Да. Ты что, дурак? Ну, я страдал. все началось с того что в общем учился же на барбера ну вот потом учил короче бороды брить и ну вообще не не с этого все началось наверное я когда начал ролики выкладывать на youtube не начали писать люди видимо не подумали ну и не просто так что у меня есть но можно со мной говорить о суициде вот о таких вещах я начал задумываться в общем об этом на чем там жизни о смерти в общем а об этих всех делах там то есть мне присылали знаешь там ссылки на группу ну в социальных сетях там еще по всяких разных там про суицидников вот эти вот же есть где знаешь аварии всякие и вот я был поглощен вот этими мыслями то есть и на меня внимание как-то не хватало и ну то есть сбивала меня всего когда я вот учился брить бороды в общем я чуваку горло немножко порезал бритвы это не что это же смысле сильно мне показалось сильно то есть у меня гемофобия то есть моя зим крови для меня это знаешь как в японских мультиках есть там знаешь как он этот кровь там фонтан и у него как будто пузыри из-за рта знаешь там нет показалось на самом деле ты все там просто царапина была а у меня просто от страха от этих всех переживаний показал что все я убил его и меня посадят я как за доктор стрендж который всю свою жизнь следующий увидел что все клетка тюремный там это этапы все дела эти всякие когда когда мы это был это было в сентябре где-то примерно и это 8 это на тебя так подействовали ну да то есть я больше я понял что еще и ну я вообще больше бритвы не могу убрать руки и вот и еще плюс ко всему тоже для для youtube и рука но ролики снимал короче решил поснимать это пранки пранкануть короче стали снимать и людей сам брал я еще тогда помнишь мы еще собирались на 4 плюс 1 я одесскому еще сказал да да нового года сто тысяч подписчиков вообще будет мне там планы были знаешь на в качестве бомжа поснимать пранки вот и начал снимать с котом короче типа девушку у бомжа отнимает кота и там как люди будут реагировать в общем блин и все не пошло не так в общем я забыл короче на микрофон переходник поставить на диктофон и звук списался из кармана в общем отстойное качество звука и плюс камера то есть экшн-камера она хороша сблизи для съемок а издалека она не хватает там зума в общем плохое качество получилось нет это тоже подействовало наверное добило меня то что мне приехал так же вот мама короче без это без предупреждения тоже как ты вот позвонил мне говорит встречая короче приехал вместе а меня там бомж пранки у меня борода так еще ремонт недоделанный в комнате и по ощущениям короче я такой сын не тот кого она хотела бы видеть то есть как не оправдал ее ожидания что ли такой сын неудачник и я в общем решил изолироваться не отвечать то есть переосмыслить это все дело и выйти как-то из этого сколько ты тоже переосмысляешь да вот буквально на днях я смотрел хоккейный матч там почему-то меня с ассоциации такая знаешь про победа поражение про победы и фиаско вот это вот то что там команда вообще по жесткому проиграла я почему-то подумал что и мы тоже в жизни бывает проигрываем но борьба за за кубок продолжается то есть мы также двигаемся дальше пусть пусть да здесь я проиграл надо идти дальше я думал с чего это начинать как-то хотел с нового года заново перелеснуть как-то начать с чистого места и 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